Беспокойство людей понятно, именно поэтому нужно сделать так, чтобы люди получали качественные услуги, гарантированно качественные услуги. И при этом тариф был приемлемым и рост его был приемлемым, минимальным. Обнинск привык к хорошему качеству оказания жилищно-квональных услуг. Обнинск, слава богу, никогда не испытывал того, что такое порыв магистральных труб теплоснабжения. Те аварии, которые случались, в том числе на магистральном хосфекальном коллекторе зимой, я помню это прекрасно, грозили катастрофой городу. Катастрофой. Вот это хорошо, когда ничего не случилось. И когда все, вот так вот где-то в воспоминаниях, на уровне Котлована в районе вокзала. Это оголовок, который является последней милей, по сути, перед очистными сооружениями. Если он перекрывается, то все, что выше него, а это весь город, останавливается. И то, что удалось в зимних условиях, очень сложных, быстро, ну не быстро, скажем так, безболезненно для людей, практически безболезненно, купировать эту проблему, это не говорит о том, что такие проблемы не могут появляться в будущем. Они очень опасны, и я считаю, что любая городская власть обязана учитывать это в организации своей работы. И совершенно безрассудно идти вперед и говорить, что мы обнулим платежи за ЖКХ и не будем увеличивать тарифы, и вообще ничего делать не будем, потому что коммунизм. Но и чинить при этом ничего не будем. Это доведет только до одного, что однажды все рухнет. Ну хорошо, можно руководство-то будет убрать, конечно, там смести, а жить-то как? Без тепла, без света, без воды, без канализации, это очень сложно. Поэтому приходится в каждой отрасли искать источники для инвестирования в ее развитие. В данном случае потенциал Обнинска никаким образом напрямую не связан с теми средствами, которые вкладываются в ЖКХ. Все-таки надо различать научную составляющую, образовательную составляющую, то, чем мы гордимся, и то, что принесло Обнинску славу и составляет основу, скажем так, той культуры, которая сегодня в городе есть. Но посмотрите, на протяжении многих лет власти пытались найти средства для того, чтобы реконструировать сети. Многое сделать удалось, и коллекторы меняли на протяжении, и КНС на 51-м построили, и сейчас на Пирогово строят. Это миллиарды рублей, миллиарды рублей общей сложности, вложенные уже в эту коммуналу.